ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайтесь я сегодня вас приглашаю выпуск в новый еду в новое место вместе с вами находится это недалеко от краснодара 70 километров соответственно выезжаем из краснодара еду я один без своих насенька уже все последние дни поэтому не изъявила естественно желание куда-либо поехать едем в горы чуть позже увидите куда я еду до впервые что меня и вас там ждет я совершенно не знаю я очень надеюсь что выпуск получится классный вы его поддержите лайками подписчиками комментариями в общем погнали в новый выпуск ура ура через 30 минут мы только выехали на получается восточный обход краснодара вот здесь вот так он выглядит там еще будет чуть дальше небольшое затруднение но это уже мелочи вообще на самом деле чтобы выехать с краснодара неважно куда едешь и уходит достаточно количество времени потому что краснодар постоянно стоит но у нас есть огромный плюс мы снимаем квартиру в идеальном расположении у нас выехал из района налево западный обход направо восточный обход прямо ростовское шоссе на москву поэтому у нас есть такое небольшое плюсик такое преимущество что ребятки мы добрались вот так вот припарковали здесь еще есть платная парковка стоимость я не знаю но типа на ней можно припарковаться вот с выходом в парк ну то есть с входом да здесь пожарный проезд я здесь видел люди идут вот так вот как-то по тропинке и видимо попадают в парк как говорится мы не ищем легких путей мы именно поедем пойдем точнее по этой тропинке здесь еще вот такая дорога уходит к реке я собственно тоже хочу прогуляться к этой речушке посмотреть если она ну точнее если у нас получится потому что алили рожди сами видите что здесь творится возможно вообще не получится но сейчас вместе с вами конечно все посмотрим и так напоминаю смотрите мы приехали в горячий ключ это такой курорт курорт россии обязательно стоит сюда заехать отдохнуть погулять потому что даже если вы едете на юг морю то от сделали отворот и сюда приехали ну вот смотрите речушка здесь вот можно вот так видимо отдохнуть даже немножко искупаться видите сюда приходят люди руки-ноги мочат и даже купаются слушайте но вообще прикольно кто-то вот так вот вброд идет женщина угарно вот такая тут красотища в общем вместе с вами сейчас вернулись можно пойти вдоль реки сразу упереться на подвесной мост но я выбрал вот такой вот путь я видел все сюда идут люди но посмотрим получится ли у нас с вами куда-либо перейти не знаю есть какая-то база то ли отдыха не отдыха не скажу но все за забором не пускают табличка висит что это пожарный проезд можно еще туда добраться в этот парк природный с другой стороны но я почему-то посчитал что можно припарковаться здесь поэтому идем в обход ой давненько не дышал вот этой горной свежестью у нас на улице сейчас 28 градусов хорошо комфортно светит солнце есть немножко облака ветра вроде нету поэтому я думаю что прогулка сегодня у нас с вами будет очень и очень насыщенная и очень очень классная в общем я все дальше продвигаюсь по этой тропинке вот в такой вот зеленый чаще видна речка и тут по пути мне встречается вот такое вот дерево в которой даже наверное можно спрятаться это она горела видите она черная все все в паутине да уж ладно едем дальше так но сразу после этого дерева мы выходим вот на такую набережную смотрите как здесь уже здорово и можно сразу спуститься к реке здесь посмотрите есть такая смотровая площадка и конечно можно сделать классные фоточки с видом на лес на реку и как я понял видимо можно взять даже покататься на катамаране люди вот так вот мочат ноги отдыхают вот этот мост по которому конечно тоже хочу пройтись на ту сторону то есть стране стороне есть родник там дальше вообще огромное количество людей ведь и такой мини пляж хочу попробовать реку насколько она холодная или наоборот теплая ой какая очень мелкая слушать вообще теплющая да не похоже на горную а там вообще купаются так что ребятки не переключайтесь потому что возможно мы с вами сегодня где-нибудь в чем-нибудь в горном искупаемся пойдемте дальше в общем и сейчас с вами отдалимся чуть от реки вернемся как бы в самое начало там есть какая-то арка а потом уже будем следовать как раз к этому мосту в общем ребята отматываемся назад и так как сделал я то есть там где я оставил машину так лучше не делайте да есть лучше вот до этого места где-нибудь здесь начните парковку найдите парковку и начинайте уже отсюда своего путешествие вот смотрите здесь значит если такой вот указатель курортный парк прямо собственно туда начинаем выдвигаться я уже прошелся в эту сторону посмотрел и скажу что здесь гулять вообще великолепно особенно если у вас есть маленькие дети просто класс огромное количество тенька который исходит от вот этих вот здоровенных деревьев запахи здесь потрясающие но сами понимаете это курорт вход здесь бесплатный что касается дальше природных достопримечательностей я пока вам не скажу дальше пройдем увидим возможно где-то нам придется отстегнуть но это не точно вот такие лавочки здесь есть за можно посидеть отдохнуть мой сосны такие шикарнейшие и вот она уже табличка санаторий горячий ключ предгорье кавказа три звезды на великах нельзя на самокатах нельзя выгул собак запрещено ну что вот мы попадаем с вами вот на эту роскошную территорию красивые высадки все очень убрано нету мусора и гулять здесь по-настоящему прекрасно смотрите табличка курорту 140 лет забираться да конечно ни в коем случае нельзя травма опасная течет фонтанчик выглядит великолепно здесь получается смотрите по левую по правую руку всякие санатории это мелкие гостишки то здесь можно прямо приехать и отдыхать сколько-то дней там сколько вам нужно лечиться здесь также есть всякие минеральные источники я где-то смотрел что можно прям купить можно набрать просто стаканчик возможно мы с вами тоже сделаем но смысла ехать до в горячий ключ если не попробовать какой-нибудь минеральной воды которая будет очень сильно пахнуть железом как грязевое какое-нибудь озеро ну посмотрим я пока туда шел мне очень понравилась лавочка сейчас мы сами к ней подойдем скажу если вдруг вы пока ехали гуляли случайно поругались со своей женой или с мужем или не дай бог с ребенком то смотрите запоминайте эту лавочку называется она скамья примирения вот садитесь высказываетесь друг другу миритесь и продолжайте дальше прогулку по этому курорту я думаю что вы уже заметили что гулять здесь особое удовольствие клумбочки вот такие скульптуры стоят этот как раз в санаторий три звезды видимо самый основной ну судя по корпусу по крайней мере как он выглядит есть еще вот такая стела курорту сто лет тысяча восемьсот шестьдесят четыре тысяча девятьсот шестьдесят четыре так ребятки значит про у меня немножко звонок еще есть такие скульптуры вот такие вот красивые клумбочки где свеженькие цветочки красота детские прокаты мыло всякие лечебные травы в общем куча куча всего конечно есть даже аптека если такой какой-то детский магазин игрушки мороженое вот ну пошла такая я люблю это горит туристический проход где идете и просто влево вправо заходите смотрите что-то покупаете тратите в общем это санаторий и горячий ключ прикольно выглядит вообще такая аллея шикарная высоченные деревья ребята я не могу вам передать эти запахи которые здесь но они очень-очень клевая сувениры можно все тоже дать что-нибудь прикупить в память что-нибудь здесь были есть такая вот беседочка да прикольно в общем может сфотографироваться вот такая арка с львами даже есть смотрите опорный пункт полиции правда никого нету но тем не менее вот это не не знаю чего но наверно тоже конь санатории смотрите беседочка травы кавказа и отсюда такие ароматы шикардос слушайте клево прям я немножко даже расстроился что со мной не поехали мы и сюда погулять ну к сожалению пока точнее даже верно к счастью пока так ну что неизвестно что может случиться в дороге если насенька начнет рожать в дороге это будет конечно еще то приключение так смотрите здесь еще есть какая локация интересно нигде такого не видел все так засрано очень много горячих ключевских попугаев смотрите и это называется вот для тех кто любит вот этих голубей смотрите голубиный ресторан представляете это просто приходите им тут все рассыпать они даже не боятся понимаете я иду они не разлетаются правда главное чтобы нас не обосрали здесь вот видите как это делается вот так вот шаг просто шоу семечками как ручные попугай да вот так вот и покормил вот поэтому это голубиный ресторан ни разу нигде не видел такого места и где-то заботятся о котах но чтобы так вот заботились о голубях я такого не видал если вы где-то видели такое то напишите конечно в комментариях шикарное дерево круг стоит лавочка здорово что мы двигаемся с вами дальше здесь даже также есть указатели во первых туалета здесь в принципе предостаточно есть посмотрите вот такая площадь которая сделана в виде компаса север юг запад восток и написаны города кисловодск ставрополь челябинск нижний новгород москва юрмала так короловые дворы не значит такое тоже не знаю золотые пески майорка мальта в общем все вот в таком вот формате и вот такая смотрите табличка дантово ущелье вот туда мы с вами пойдем в часовня памятник это вот все мы пойдем скала петушок набережная реки питьевая галерея направо вот как раз сейчас пойдем в эту галерею раз там по моему продаются всякие лечебные воды заодно возможность что-нибудь прикупим и попробую вообще на вкус лечебной водицы сделал такой здесь красивый фонтан который вечернее время подсвечивается и становится еще интереснее красивый мостик видите люди также вешают замочки жаль что он не покрашен его не освежили к сожалению так единственное что я смотрю что да заходят те как-то по ходу строго в масках а у меня по ходу с собой маски то нету курение строго запрещено конечно запрещено потому что здесь запахи такие шикарные вот и пускают и пускают сюда по одному видите питьевая галерея санаторий горячий ключ вообще вот такая история 2 рубля стоит набрать стаканчик я попросил посоветовать мне какую-нибудь самую которая не сильно пахнет железом не сказали вот самая слабая это 104 давайте ой так поставим и будем набирать так ну что ребятки набрал водицу ваше здоровье давайте попробуем как будто песок похавал слушайте это конечно очень слабая но вкус какой-то знаете похож на на глину вот реально как будто ты засунул кусок глины себе это разжевал еще и еще с привкусом какой-то краски ладно пойдемте дальше вообще ребятки вернулись мы на эту аллею если получается такая триумфальная арка на ней написано горный парк и еще снизу выходит получается такая труба им откуда течет водичка я не знаю лечебно не лечебный наверно просто какая-нибудь техническая поэтому пить отсюда не нужно он пёс чилит ну что получается вот мы с вами заходим в горный парк здесь как вы можете сразу заметить всякие развлечения для детей естественно есть зоны фудкорта есть ларец где можно купить всякие ложечки и памятные подарки себе либо прикупить своим друзьям снова попадаем в тенечек такие здесь эти фудкорты есть даже кинотеатры есть батуты детские то есть слушайте но на самом деле можно очень здорово приехать и провести время и даже есть гонки 4 на 4 но чтобы кто-то ездил я не заметила сувениры из горячего ключа в общем здесь сувениров очень и очень много смотрите-ка ездят вот такие гольфкары видимо можно заказать и покататься и вам все прямо расскажут и покажут в мире животных это видимо какой-то там просто аквариум стоит голова ленина есть указатель на катамараны это как раз те катамараны откуда мы с вами начали нашу прогулку вот туда можно спуститься и взять на прокат ухте здесь проходит реконструкция эллинга да мне кажется такая современнейшая постройка она не будет вписываться в такую древнюю архитектуру ну хотя хотя конечно же не факт еще здесь есть смотрите вот такой вот ваш мобильный гид даже можно позвонить по номеру скала дантово ущелье часовня памятник минеральной воде арка вот все что тут есть так мы все двигаемся прямо вот мы как раз сами попадаем на мост 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 называется мост надежды конечно пойдемте попробуем с вами посмотреть на замечательный вид вид видимо закрывается вот она речушка на которой мы с вами были вешают замочки сверху и и вот пляж видите люди там купаются слушайте ну очень здорово там получается видите какая-то скала и прямо напротив скалы купаешься очень красиво очень здорово я думаю что мы с вами обязательно туда сходим там искупаемся но чуть попозже поэтому не переключайтесь можно конечно прям тут искупаться вода очень чистая вот он мини пляжик такой тоже люди видите заходят но походу с той стороны там конечно будет поглубже ведь какая красивая скала до сушить очень здорово класс вот сюда нужно приезжать прямо на целый день с утра и до самого вечера живая медовуха лавка пасечника вот здесь вот такая есть площадь есть даже бык можно взять быка за рога какая тоже интересная лестница крутится еще того что стекает вода в общем друзья есть пойти сюда прямо особо здесь смотреть нечего там проходит значит дорога и вход как раз на пляж и все здесь ну кто-то честно приготорговывает есть всякие детские развлекушки как всегда сувениры стоит еще одна корова и где-то тут уже будет вход на пляж здесь люди устраивают пикники вот и кстати вы вижу давайте сейчас мы с вами спустимся но но ребятки сейчас мы купаться не будем потому что я не совсем хочу лазить мокрый поэтому я думаю что в конце выпуска мы с вами сделаем если мы это еще не сделаем конечно раньше ухты вид отсюда открывается очень крутой вот она это скала гляньте как круто обалдеть вот сейчас мы сами будем двигаться вон туда на самый верх в общем пойдемте ну что ребятки посмотрите у нас здесь есть указатель минеральная поляна источник иверская часовня это налево пойдем туда чуть-чуть с вами попозже а сейчас нам предстоит достаточно серьезный подъем в гору чтобы попасть на самую вершину этой горы которая называется петушок и посмотреть какие виды открываются там до подъем перепад высоты будет приличный я конечно не совсем знаю сколько она метров но иду так сказать на полусогнутых вы можете замечать и люди которые спускаются они прям как будто чуть-чуть бегут есть немножко разбита дорога по которой подниматься но в целом целом нормально дальше дальше есть такое ограждение то есть с детками подниматься будет я думаю что фух комфортно слушать ничего себе у меня отдышка это говорит о том что давненько не ходил я по горам надо это срочно исправлять тем более у нас горы так близко вот смотрите даже вот чуть-чуть прошлись и перепад он в принципе ощутима видно тропы на кино топтаны да то есть это люди просто срезают путь а можно идти непосредственно прямо так вообще можно туда прям забраться видите на самую получается как бы вершину не знаю нам нужно скала идем именно на скалу я вообще думаю что просто вот это такая серпантином идет а ну вот она беседка я вижу вот люди в принципе сюда ходят любого возраста от маленьких деток до пожилых людей поэтому будете тут обязательно прогуляйтесь я думаю что сто процентов будет полезно для здоровья ухты гляньте туда уже уходит такой резкий обрыв не везде стоят вот эти вот ограды на то есть там мы не стояли здесь не стоят везде самый большой обрыв но их нету так ну смотрите что мы почти с вами дошли сейчас будем подниматься вот скала петушок называется есть вообще интересно какие-то скалы как будет их вымыли такие разглаженные интересную очень структура так поднимаемся понятно здесь короче побаловались разрисовали и вот такая красота вот он пляж вид сверху и вот она скала да здесь еще видимо уходит куда-то туда маршрут тоже видимо можно прогуляться вот этой тропе а можно подняться еще выше давайте сами попробуем подняться еще выше и посмотрим что там слушайте ступенек много достаточно крутой подъем так что человеку совершенно без опыта например я думаю что будет тяжеловато подниматься но все равно обязательно попробуйте я поднялся здесь еще всякий видеть есть трупы на которой мы тоже конечно поднимемся это та самая вершина этой горы но не скалы то есть вот она беседка откуда мы понялись так вот здесь в общем еще какие-то тропы там есть еще беседочка часами покажу он тоже сидят отдыхают люди ну вообще как называется она судя по карте смотровая площадка номер два вот тоже можно посидеть подумать и идет спуск вниз пока вниз не пойдем это как бы просто в круг можно вернуться а пойдем туда к скале в общем если пойти туда вниз мы с вами чуть позже это сделаем там как раз и будет крепость там будет водопад две штуки целебный парк и какой-то источник вот я просто хочу посмотреть на этой скале как там вот эти обрывы а потом мы с вами снова поднимемся и уже вернемся вся скала так расписано видно что по следам что люди доходят экстремалят здесь также можно игры вылезти за забор не рекомендую конечно это делать и спуститься вон туда глубина кстати здесь достаточно что мы с вами Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok такая большущая поляна удивительно но вот хожу и не слышно никаких птиц я если честно такого нигде не видел обычно все равно придешь какие-то птички кто-то что-то щебетит а тут вот ничего есть тропа ладно пойдемте в ту сторону дальше в глубь здесь можно бесконечно наверное гулять по всем этим тропам забираться на все эти холмы изучать эту природу открывать для себя какие-то возможно новые там будут местечки но я думаю что нам с вами пора спускаться вниз потому что нам нас ждет еще ущелье какой-то там водопадик будет даже две штуки вроде как пишет карта вот и еще есть определенные достопримечательности которые хочу вам показать в этом выпуске поэтому пойдемте так я значит вернулся и здесь есть такая крепость видимо когда-то в ней кто-то прятался выглядит конечно как знаете как чё печка давайте попробуем ее обойти по кругу там даже можно посмотреть это понял внутрь но я думаю вам не будет видно да слушайте у меня возле таких мест конечно дыхание спирает потому что выглядит это конечно все очень мощно такие сооружения непонятно как устроилась здесь у нас закрыто видимо было когда-то открыто но сейчас уже все поэтому давай спускаться аккуратненько и ребятки двигаться дальше вообще называется эта крепость псы фабы или псы фабы я не знаю как правильно но вообще на крепость конечно не похожи похоже на какое-то другое сооружение как вы на что похоже по вашему мнению напишите в комментариях и вот очередная беседка в которой тоже можно залипнуть из нее наверно открывается красивые виды с вами это все дело посмотрим разглядим конечно все расписано что естественно портит вид тут получается вот видите вид на часовенку и до нее видимо набраться как-то можно через верх именно это с вами сейчас будем делать так то мы с вами точно не поездили поэтому пойдемте вот так вот в обход ступенькам ступеньки остаются мы просто идем как настоящие горные люди так удобнее так тропинка уходит видимо здесь когда-то все было очень ухожено но сейчас все разбито наверное за того то что отчасти вход бесплатный сюда всем доступен и вот так вот все сюда приходят кто-то мусорит кто-то еще что-то слушайте мы идем правильно я уже вижу вот это ущелье называется ну дантово здесь конечно красивые можно подняться вверх да а можно именно спускаться интересно мы с вами получается попали на маршрут будем мы с вами с пускаться так здесь есть еще ущелье посмотрите камни все покрыты мхом на них конечно всякие разные надписи ущелье выглядит конечно интересно не выдуманно может быть все таки снизу начать они сверху хотя какая разница пойдемте все таки сверху уже полпутика говорится сделали смотрите еще тропинка туда уходит пока не пойму куда а вот собственно дантово ущелье я думал здесь какая-то история будет но нет так ну что начинаем значит спускаться в этом ущелье сами видели много детворы поэтому с детками сюда обязательно приезжайте единственно что люди идут запыханные но на самом деле я тоже запыханный потому что постоянно вот эти вот перепады в горку за горки вот так вот делают ведь и рисунки на скалах выбивает конечно думаю что лучше это не делать вот она экологическая тропа можно грю здесь гулять и гулять вообще до бесконечности так смотрите ребята здесь был залит бетон видимо со временем все разрушилось и сейчас остались вот эти именно скальные штуки которые очень скользкие и в сырую погоду здесь нужно гулять максимально аккуратно мы идем как будто бы просто по горке пути здесь есть поручни сделано все в мхе классно вот так люди расписывают конечно дело так не нужно здесь нереально классно ребята атмосфера смотрите на в сырую погоду здесь будет конечно очень скользко но сами ступеньки по себе посмотрите клевые такое ощущение что это все намывала с рикой горной встречку кайф ну просто так вот под камнями стоим или очень клево люди пробираются туда выше там видимо какой-то родник вот он сюда стекает это просто слушайте нереально красиво обязательно сходите сюда приедь посмотрите мне спускается вот игре видимо здесь когда дожди здесь бахает река потому что эти деревья они конечно же пришли сверху остатки этой реки и уходит туда дорога но я хочу сначала подняться туда вверх куда поднимаются ребята в общем не стал спускаться подниматься точнее туда-то вроде просто ручей здесь сделано такие поручни чтобы держаться потому что ступеньки они конечно скользкие красотища вообще нереально и вот получается самое начало да слушайте очень и очень круто вот отсюда вот можно начать путь охренительно да все покрытым холм это придает этому ущелью особый такой особую изюминку вот мы спустились получается в самый с вами низ то есть можно вообще начать отсюда ущелье восхитительно слушайте мы конечно много где были в каких ущельях но вот это ущелье огненное оно вообще никак не оборудовано здесь получается скалы скалах вот павси повсюду вот такие вот шутковины как будто ходили здесь ходили какие-то огромные люди видите я сам сейчас поднимусь на высоту торчит корень как будто рукоятка судя по написям сюда люди залазят прикольно и выступы еще прикольное место конечно вот она часовенка которую мы с вами чуть ранее видели сверху что можете свечку поставить помолиться и верский и верский источник вот видите как это все выглядит и вон туда тоже уходит такая же тропа и вырублен то есть тут тоже можно сходить посмотреть да слушайте огромнейший парк кто в курсе что зовут такие вот это вот вот что вот это такое вот четко под след сделано напишите пожалуйста в комментах видите как будто бы реально древние люди они так по лесенкам по таким поднимались это вот были их видимо какие-то природные лестницы что ли да очень очень и очень шикарнейшие ребята место вообще что ребятки я снова вернулся на мост надежд идем с вами на пляж как вами обещал что обязательно искупнемся попрыгаем вот оттуда со скальных мест и просто проплывем эту реку пойдемте ну что мы с вами идем заходим в эту реку слушайте вода конечно теплая но чуть-чуть прохладная людей кстати купается много идешь видите рыбы сколько там начинается жиробина и кстати если будете здесь купаться учтите что камни достаточно скользкие людей так-то много вообще кайф так ничего начинается глубина так смотрите как резко как наш цель скалай ну а ты уже по традиции вернем как следует слушайте вылазить скользко гляньте конечно стоять не совсем безопасно потому что могут камни сорваться но здорово по кайфу так ну ладно давайте нырнем и вы посмотрите цвет воды чисто там прозрачен или нет погнали ой ребятки кайф в общем давайте на этом прекрасном месте с видом на эту скалу на мост надеж завершаем выпуск я с вами прощаюсь прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видео пока вот вот